И не даром встает заря, небо смотрит зари весь красный, только знать бы, что все не зря, только знать бы, что не напрасно. На эту сцену ребята точно попали не напрасно, ведь в конце марта лучший хор отправится в краевую столицу на финал. Каждому обладателю звонкого и красивого голоса уже пришлось побороться за право участия в муниципальном этапе конкурса. Сначала их прослушивали в школах, затем лучших исполнителей разбивали на коллективы. По результатам районного этапа жюри определило по два лучших хора. Младше, где поют ученики с 1 по 4 класс и старше – это школьники 5-8 классов. Ученица 80-й школы Валерия Новикова занимается вокалом пока только два года. И возможность участия в таком конкурсе уже считает хорошим началом. Я была очень рада, что я поступила и участвую в этих конкурсах. Это долго надо было заниматься, чтобы до этого дойти уровня. Теперь в городском этапе эти коллективы представят по три произведения. Две песни ребята поют под фонограмму или с аккомпанементом. У всех участников в репертуаре обязательно должна быть песня Всероссийского детского центра «Орленок» «Мы пройдем сквозь земной простор». А одно произведение конкурсанты должны исполнить акапелла. «Ветерочек, дунул ветер, ветерочек, эх, ветерок, ветерочек, ветерок, ветерочек, ветерок, ветерочек». Такое живое исполнение, отмечают члены жюри, дает возможность услышать технику и гармоничность исполнения. Кроме того, учитывается наличие многоголосия, творческие находки и артистизм. Условия конкурса определены краевым положением о конкурсе. По условиям конкурса в каждом хоре должно быть не менее 30 человек. В основном выдержаны эти требования, но у нас есть хор лицея 59, который представили 60 человек. Всего в этом конкурсе приняли 32 образовательных учреждения со всего города. И если посчитать, то это более тысячи детей. По итогам городского этапа лучший хор примет участие в финале краевого фестиваля конкурса «Поющая Кубань». Он пройдет 28 марта в Краснодаре. А дипломанты и лауреаты получат возможность представить свои таланты этим летом на краевой профильной смене «Песни солнца». Она будет работать на Черноморском побережье. Свой подарок всем участникам конкурса преподнесла и администрация города. Школьники станут зрителями уникального фестиваля хорового искусства «Хоры России. Спорту мира». Он пройдет 15 марта в Зимнем театре.